Добрый день! С вами Георгиевская Татьяна. Рада приветствовать вас на канале Тати Гео. Сегодня поговорим о традисканции. И посмотрите, какой экземпляр здесь, на территории. Традисканция, как правило, это комнатное растение, но в более теплых странах, в субтропическом климате, она очень хорошо себя чувствует и на открытой территории. Обычно традисканцию выращивают в горшках, и у нее прекрасный декоративный фиолетовый цвет. Вот здесь еще один экземпляр, он высажен в небольшой горшочек также, и декоративно установлен в базу, в кувшин. Посмотрите, ампельные растения, они всегда очень оживляют любой дизайн своими вот этими ниспадающими формами. И такой необычный цвет фиолетовый также дополняет, на контрасте смотрится очень хорошо. Традисканцы не требуют большого ухода за собой, главное выбрать для нее место с достаточным количеством света, но не на ярких солнечных лучах, чтобы не обжигали листья. Если это растение полностью расположить на теневой части, на теневой территории, то сами вот эти стебли, они вытягиваются более длинными, становится промежуток между листьями удлиняется, то есть оно тянется, ищет солнце, тянется к солнцу. А если более на ярком каком-то месте расположить, то более компактные листья друг к другу начинают расти. Размножается достаточно просто, можно отщипнуть в эту верхнюю часть и посадить сначала в воду, а затем уже, когда даст корешки, в землю, и обратно туда же в горшочек. Тогда сверху пышно, и вот такие вот не спадающие формы, как стекает вода из кувшина, вытекает, что-то такое. Очень хорошо и красиво ампельные растения смотрятся в зонах отдыха, вблизи тех мест, где вы отдыхаете, они дают расслабление. Что интересно, паутинный клещ не развивается на традисканце, то есть она практически не подвержена никаким болезням, те, которые присущи комнатным растениям. Из ухода это полив. При поливе можно использовать такую схему раз в неделю, проливать хорошо, потом подождать, пока лишняя влага уйдет из горшка, и слить вот эту влагу. Проверяйте, если земля влажная еще, то подождите, чуть-чуть подсушите, потом немножко попозже прольете, чтобы не перелить. Корни у этого растения не очень хорошо развиты. Как правило, любят невысокие горшки, но широкие. Корневая система развивается на поверхности практически этого горшка. Вот сейчас осенний период, она цветет. Видите, что у нее розовые, красивые, маленькие цветочки, три листка. Сейчас покажу поближе. Вот такая красота, как маленькие звездочки. Это как дополнительный бонус. В период весенний отщипываем кончик, проращиваем корешки и высаживаем. Традисканция бывает разных видов, разных сортов. Листья белые с зеленым, полосатые такие, очень тоже симпатично смотрятся. Притеняете, лист меняет цвет и немного темнеет, то есть более зеленого приобретает. Прекрасно зимует вот здесь. Весь год такой окраски фиолетовая на контрасте. Очень симпатично, на мой взгляд, всегда. То, что отличается по цвету, по форме, это можете использовать в своем дизайне, как дома, так и на территории открытой, если позволяет климат. С вами была Георгиевская Татьяна. Напишите в комментариях, какие комнатные растения нравятся вам. И если видео было вам полезным и понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Желаю вам красивых домашних растений. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok